всем доброго времени суток с вами канал artmania и сегодня мы будем с вами шить чехольчик для видеокамеры вот такая вот у меня видеокамера canon я на нее уже снимала видео обзор можете посмотреть на нее мы будем шить чехольчик для этого нам понадобится конечно же камера нам понадобится нитка иголка мыло чтобы нам расчертить веревочка вот такая вот не будет с веревочкой и джинсы старые такие вот старые джинсы так а еще ножницы нам понадобится и пуговицы пуговицы потом возьмем так для начала мы с вами посмотрим насколько она помещается видеокамера мы засовываем ее в штанину эту здесь мы ее прошьем она там будет где-то вот так вот так вот определяем ну и где-то я возьму где-то захлест там где-то наверно вот тут вот потому что я хочу по нау так нагнулась туда чтобы она была как мешочек так и нам еще понадобится линейка моя линейка мы линейкой прочертируем вот салон камеру и отрезаем вот у нас получилась такая штучка попробуем еще разочек вот она вот тут у меня прошьется да может кстати здесь вот неровно можно тут прошить вот она прошьется вот так вот так вот она будет лежать там а тут вот захлестом вот так вот захлестом будет пуговичка как нибудь мы сейчас что-нибудь там придумаем я выворачиваем наизнанку так что-то я уже забыл получилось неровное тут ровнее гораздо вот эту неровную часть мы будем прошивать так берем нашу иголку ниточку нашу зло-черную ниточку так как перевязывать во первых я сделаю слишком толстенькую то есть обычно все делают узелок на одном кончике и потом ее прибавляют прибавляют я так не делаю я сразу два кончика вместе собираю вот так вот я и беру даже нет так вот зажимаю то есть вот крест-накрест вот этот кончик беру сюда продеваю как узелок просто завязываю и и стараемся завязать как можно дальше кончику так вот вот тут так вот раз 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 вот все начинаем шить продеваем петлю и зацепляем так вот за это ушко продеваем и вот она пошла и вот так вот друг за дружкой если у кого-то есть допустим швейная машинка то можно прострочить можете да на швейной машинке так будет даже удобнее так будет надежнее даже и ну вот я уже зашиваю остались последние штрихи вот мы берем ее отрезаем и смотрите тут мы тут мы придерживаем одним пальцем другим одну одну высовываем одна там остается одна тут то есть одна на одной стороне другая на другой затягиваем и завязываем на три узелка чтобы у нас все держалось два на веревочке не стоит делать такие длинные поскольку не удобно два и три вот 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 и все вот мы и прошили иголку убираем так с этой стороны видите у меня остаются веревочки их можно пройти огнем вот так вот аккуратненько чтобы она там либо можно лаком для ногтей прозрачным или вот с блестками тоже пройтись чтобы она не махрилась тут кстати тоже можно наверное сейчас сделаем это так вот у меня лак есть такой прозрачный я его покупала в Ашане быстрая сушка здесь мы берем листочек подкладываем чтоб не испачкать стол это убрать можно кисточка правда тоненькая и начинаем накладываем не жалеем секундочку мы отрезаем так 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 вот я уже одну сторону прокрасила я поменяла кисточки потому что та очень маленькая это очень очень надолго получится вот и теперь мы будем вторую сторону с вами сделать на нее мы тоже сейчас положим листочек вот сейчас для начала мы по отрезаем эти веревочки они нам не нужны ни к чему их можно повырывать наверное не знаю мне кажется расползется все тут нафиг так кладем сюда и будем сначала одну сторону закрашивать а потом вторую прям берем по капельке и кладем капелька она сама расползается вот вот я заканчиваю уже можно еще с этой стороны лаком чтоб как следует было я мажу захлестом чтоб она везде пропиталась сейчас мы посмотрим все ли я тут промазываю уже с этой стороны уже высохла она такая жестенькая стала здесь тоже высохнет мы все это обрежем может даже заканчиваться начал не надеюсь нет но можно сказать что не что это я Ну вот, в принципе, и все. Ну вот, она у нас высохла. Здесь она прям такая хорошая, плотненькая стала. Здесь еще немножечко подсыхает. Уже продолжим. Здесь мы ее сейчас, вот эти вот ниточки поотрезаем, чтобы было красиво. Продолжение следует... Ну все, в принципе. Так, это убираем. Ее выворачиваем. Та сторона прям вообще кошмарная. Так рыбить у меня перед глазами начала. Я думала я не дошью сегодня. Вот такой, смотрите, у нас получился мешочек. Так, тут что-то у нас уже еще появились нитки. Отрезаем их. Всегда можно будет еще приделать. Точнее, лаком подкрасить. Сейчас засовываем нашу камеру. Засовываем так, как она будет там лежать. Музы всякие у меня. Вот. И я хочу вот так вот здесь, наверное, пришить. У нас тоже место есть. Так. Так. Да, вот то, что вы видите, веревка тут лежит, она не просто так лежит тут. Я хочу сделать вместе с веревочкой. Вот. Мы берем нашу веревочку, сделаем узелок. Вот. Точно так же, как иголку. Ой, не иголку, а нитку. Завязывали. Вот. Вот. Так вот. Камеру пока уберем. Я хочу ее приделать вот сюда вот так вот. Вот здесь вот тут будет. И будет вот тут еще один узелок. Вот так вот. Сильно не затягиваем, чтобы он был пухленький. Вот. Вот. Ну вот, как-нибудь вот так вот. Предположим, вот тут он будет, да. Вот тут она будет проходить. Где-то. Так. Давайте еще раз все положим. Смеряем. Вот он наш мешочек. Вот она веревочка. И даже, наверное, вот я, наверное, вот так сделаю. Тут будет. И вот тут будет такая же. И вот они будут у меня застегиваться. Сделаю так пубочку здесь. Она будет на эту пубочку застегиваться у меня. Так вот. Вот. Да. Наверное, так я сделаю. Значит, вторую часть мы где-то берем так же. Вот. Вот. У нас еще узелки. Где-то. Здесь вот делаем тоже такой же узелок. Вот он у нас получается узелок. И вот тут в конце тоже делаем узелок. Вот. То есть, получается, у нас вот так вот будет идти она. Здесь вот тоже она где-то будет. И так вот. Вот как-то так, короче. Так. Теперь мы ее отрезаем. Я, кстати, очень люблю веревочки всякие такие. И потолще люблю. Это мы убираем. Камеру мы опять высовываем. И тут мы пришиваем. Берем нашу иголку с ниткой. Вот так вот и. Продолжение следует... Продолжение следует... Продеваем сквозь узелок... Продолжение следует... Продеваем... Продолжение следует... Через узелок... Продолжение следует... Через узелок... Продолжение следует... 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 Пропускаем... Петлю не до конца... И отрезаем... Вот... И теперь мы берем и одну петельку... Отсюда вытаскиваем... Подцепляем иголочкой... И вытаскиваем... Вот она... Чтобы завязать узелок... Вы можете сделать по-своему... Например... Я привыкла так... Для меня такой способ является лучшим... Чем какой-либо... Мне кажется, он более надежным... И... Неожиданный момент... Ничего не развяжется... Не отскочит... Не отвалится... Вот... Завязываем также три узелка... Так... Вот у нас уже... Одна сторона тут пришита... Поехали дальше... Поехали дальше... Опять так же завязываем... Так же пришиваем... Точно так же, как первую сторону пришиваем вторую... Вот... Варьет так же Мск... Шыровкой Продолжение следует... 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 Кстати, если у вас, допустим, не продевается, не залазь ушко, возьмите просто и отрежьте, потому что бывает такое, например, как сейчас у меня, впереди ее торчит какой-нибудь волосок, который очень сложно пропустить, но не забывайте смочить ее губами. Так, отматываю я побольше, потому что я хочу прошить как следует, чтобы у меня под ней получилось, как так, как будто она на веревочке прошита, не знаю, как получится, я очень хочу постараться, она сама по себе, видите, уже получается толстая, чем вот эта вот, ее даже двое сложилось, она все равно тоненькая. Так, ставим ровненько два кончика, так же завязываем, как я вам показывала, узелок выводим на кончик, даже узелок здесь, видите, толстый. Так, и прошиваем мы ее посерединке. Так, и прошиваем мы ее посерединке. Немножечко оставим там, через этот узелок мы потом просунем, уберем нашу пуговочку, отправляем вот так вот, заново, буквально через пять миллиметров. вот. Ну получилось так, что я не через следующую петлю, а через это уже, не знаю, так даже может быть и лучше. Так даже лучше может быть. Вот, там внутри мы продеваем через петельку вот эту, вот она, видите, с узелком которое, чтобы у нас было все крепко. Вот внутри, вот, и затягиваем, немножко так затягиваем, да, наверно затягиваем. висовываем, да, будьте внимательны, я хотела по-другому сделать, ну, поторопилась, как всегда. И затягиваем обратно. Можно вот сразу выйти вот с этой стороны, вот так вот. заходим в это ушко, заходим сюда, вот так вот шьем. Можно, ну, окрест, как тут так вот. Вот она довольно крепко держится. Вот. 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 сделать дырок мы не будем. Ну, вот так вот. Вот она. И опять она у меня тут немножко опять неровно. Ну, ладно. хотела сделать фигурочку, не получилось. Так. так. Одну мы выводим немножечко, вот так вот. Вот. Засовываем туда иголку и зацепляем немножко. вот так вот. Вот. Все. Вот она. и здесь завязываем узелок. И здесь завязываем узелок. вот так вот. Немножко она получилась не так. Ну, вот. В принципе, как туда вот. вот эти можно подогнуть. Так, мы их подвинаем. Вот. получился вот такой чехольчик у нас. Ну, вот она даже держаться стала. Так. Ну, теперь мы немножко подекорируем, пока наша камера будет отдыхать. вот здесь, да, как вы заметили, есть место. Тут есть место, которое можно, в принципе, здесь что-то нарисовать. А, у меня есть трафареты. Вы должны были в прошлом видео обзоре их видеть. Вот они, трафареты у меня. И нам понадобится, мне понадобится такая золотая. Мне нравится все золотое, все под золотом. Ну, я думаю, все девушки любят золото. В предыдущий был мастер-класс, как сделать конвертики для трафаретов. Вы его найдете там. Чтобы трафарет же он прозрачный. Вот там каждый раз смотреть, это неудобно. А это вот очень красиво. Вот такие у меня трафареты. Я думаю, наверное, вот этот выберу. Вот он, видите, трафарет. Ну, мы его где-нибудь вот так вот. Тут будет один. Тут будет второй. Ну, наверное, сделаем два. Так вот. Берем нашу, мою любимую кисточку. У меня такая вот кисточка-синтетика. Золотую красочку. У вас она, кажется, какая-то зеленая, что ли. Или темно-золотая. У меня она такая ярко-золотая. Немножечко макаем. Старайтесь только трафареты держать на одном месте. И вот так вот. Начинаем потихонечку вырисовывать. Эта краска вот достойкая, но лучше всего очень довольно так быстренько нарисовать, чтобы успеть потом трафареты, чтоб не засохли, их помыть. Потому что мне бы хотелось, чтоб они были чистенькие. Не всегда. Так вот. Продолжение следует... 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 более более густой или кисточка просто прям большая такая вот и вот этот узелочек вот сюда доложить снова можете кстати для лака сделать трафареты сами какие-нибудь сердечки например или звездочки может быть не знаю еще что то это скачет немножко вот подождем пока это все высохнет так в принципе у нас все готово можно капельки допустим вот так разложить по всей ну вот вот такой у нас получился с вами чехольчик для видеокамеры видите как он красивый тут у нас пугучка пугучку кстати можно тоже покрасить каким-нибудь цветом с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки и всем пока 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 не пока